Как изменить имя компьютера и имя пользователя в операционной системе Windows 10. Если ты не знаешь, как это сделать, то смотри это короткое видео до конца, я тебе покажу быстрый способ. Итак, друзья, всем привет, вы на канале ProComputer. Итак, поехали! Друзья, данный урок будет поделен на две части. Первая часть – это три способа, как изменить имя компьютера в операционной системе Windows 10. И вторая часть – как изменить имя пользователя в операционной системе Windows 10. Давайте начнем с первой части нашего урока. Также рекомендую смотреть тайм-коды в описании под видео, если хочешь более удобно перемещаться по данному ролику. Рекомендую посмотреть вот это видео, ссылку на данный урок я оставлю в описании под видео. Итак, друзья, перед тем как мы начнем урок, давайте узнаем имя нашего компьютера. Для этого правой кнопкой мыши по меню пуск, заходим в диалоговое окно, выполнить. Здесь мы пишем команду msinfo32, мы попадаем в сведения о системе, где есть информация о нашем компьютере. Например, также будет полезно вам узнать модель основной платы, то есть это ваша материнская плата. Вводите в Google и вы всегда сможете скачать свежие драйвера для вашей материнской платы. Но урок не об этом, переходим. Имя системы, вот так сейчас называется наш компьютер. Согласитесь, это не очень красивое имя. Итак, друзья, второй способ как узнать имя компьютера, левой кнопкой мыши по меню пуск, заходите в параметры, заходите в система и заходите в раздел о программе. Имя устройства, десктоп 44 и так далее. Сравниваем, да, они идентичны. Теперь, как переименовать компьютер в Windows 10? Нажимаете на кнопку переименовать, это первый способ. И здесь вы вводите то имя, которое вы хотите, например, home, дом. Нажимаете далее, имя устройства должно смениться после перезагрузки компьютера. Я выберу перезапустить позже. Также после перезагрузки имя компьютера изменится и в сведениях о системе. Итак, друзья, это был первый способ. Давайте перейдем ко второму способу, как изменить имя компьютера Windows 10. Для этого нам понадобится PowerShell от имени администратора. PowerShell есть в каждой версии операционной системы. Правой кнопкой мыши по меню пуск запускаем Windows PowerShell Administrator. И вот тут нам необходимо ввести следующую команду. Ссылку на данную команду я оставлю в описании под видео. Теперь, друзья, вставляем команду правой кнопкой мыши. Скопируйте команду в описании под видео и просто вставите. И обратите внимание, где написано ProPC. Это и будет ваше имя. Вы должны написать это имя между кавычками. Кавычки не трогайте. Если вы хотите поменять имя, просто стрелками на клавиатуре влево-вправо убираете данное имя и вставляете свое. Я оставлю все как есть. Сейчас я удалю полностью данную команду. И вставлю заново. И нажму Enter. Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера. Но давайте мы зайдем опять в сведения о системе. Здесь имя должно поменяться. Нет, оно еще не поменялось, потому что мы два раза его поменяли. И компьютер уже путается. В общем, нужна перезагрузка. Итак, это был второй способ. Давайте закроем PowerShell. Exit. Закроем также параметры Windows. Друзья, и давайте я вам покажу третий способ, как изменить имя компьютера или ноутбука в операционной системе Windows 10. Для этого правой кнопкой мыши мы жмем по меню Пуск. Заходим в Система. В правой части экрана мы выбираем дополнительные параметры системы. Теперь переходим во вкладку имя компьютера и нажимаем кнопку Изменить. Здесь мы, естественно, вводим то имя, которое мы хотим. Нажимаем ОК. Перезагружаемся и радуемся. Ну что, друзья, давайте теперь перейдем к теме, как изменить имя пользователя Windows 10. Смотри это видео до конца. Так, друзья, давайте перейдем в параметры операционной системы Windows 10. Зайдем в учетные записи Windows. И как мы видим, моя учетная запись называется Home. И я не вижу никаких вкладок или ссылок для того, чтобы изменить имя своей локальной учетной записи. Итак, для того, чтобы изменить свое имя в Windows 10, давайте мы перейдем в панель управления. Для этого мы правой кнопкой мыши щелкаем по меню Пуск. Переходим в Выполнить. И тут мы пишем Control. Нажимаем ОК. Если у вас при открытии панели управления были вот такие значки, вы переходите в просмотр категории и выставляете крупные значки. Теперь нам необходимо зайти в учетные записи пользователя. Переходим. И как мы видим, здесь появились свойства учетной записи пользователя, в которые мы можем успешно вносить какие-либо изменения. Давайте теперь сменим имя. Нажимаем Изменение имени своей учетной записи. И здесь мы пишем любое произвольное имя. Например, Сильвия. Нажимаем Переименовать. Друзья, и если теперь мы зайдем в параметры системы, в раздел Учетные записи, то как мы видим, наше имя теперь стало Сильвия. Друзья, теперь давайте я вам покажу более быстрый способ, как изменить имя пользователя Windows 10. Для этого мы опять переходим в меню Пуск и щелкаем по нему правой кнопкой мыши. И переходим в команду Выполнить. Здесь нас интересует следующая команда. Мы ее вводим и нажимаем ОК. Теперь мы перешли в учетные записи пользователя Windows 10 и выбираем необходимую для нас учетную запись. Например, Сильвия. Я ее хочу переименовать Сильвия Home. Нажимаем Применить. Нажимаем ОК. Нажимаем ОК. Теперь мы заходим в параметры Windows. Переходим в раздел Учетные записи. И как мы видим, наша учетная запись изменила свое имя. Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.